Кристюша, зачем ты опрокинул? А? Это была руккола. Ты понимаешь, это была руккола. Скотеняка ты, скотеняка. Ну как не стыдно тебе, ну. Воспитываешь тебя, воспитываешь. И все бесполезно, да? И знает, что мать ругать будет. Сразу быстренько спрятался за диван. Ведь сам же знаешь, что нельзя делать. Все равно по лесу скинул. Обздец, рукколи. Ой, что-то у нас как-то солнышко-то сегодня пропало. Вот зараза. Вы смотрите. А, погрыз мне жалюзи. Засранец. Ничего себе. Ну с этой стороны он где-то давно грыз. Вот оно, это я видела. Вот. Ну что такое, кот? У тебя зубы режутся. И здесь погрыз. Собака, ты что? Ты что жалюзи так грызешь? Я в шоке просто. Я просто с тебя в шоке. Капец. Блин. Блин. Зубака такая. Короче, смотрите, что я себе тут на балконе наваяла. Вот первых сюда поставила на летний период цветочки. Ну, возможно, я в итоге потом сюда все вот эти поставлю или переставлю. Ну, не знаю. Пока, короче, так. Да, их я сейчас полью. Перевернула у меня рукколу. Одна черная морда. Ну, в итоге как бы все вхрючево сложила, скинула. Буду еще раз сеять. Это мята. Ну, где она здесь, я не знаю. Ничего не сошло. Цветочки все крякнули. А помидорки вот посадила. Помидорки бодрячком. Вот помидорки еще есть куда сажать. Вот, не знаю. Мне кажется, так жалко было выкинуть этот чайничек. Я посадила сюда фиалку. Не знаю. Просто было жалко выбрасывать. Фиалки мне, в принципе, больше все равно я не планировала вообще, скажем так, сажать. Ну, в общем, короче, посадила сюда. Вырастет, не вырастет. Ну, видите, сейчас посажу огород на балконе. Вот, себя соорудила. Коробка с посудой. Наконец, почти все коробки разобрала. Выставила тут тоже. Достала такие бутылочки прикольные. Это для детского питания, по-моему, были раньше. Не знаю, девочки, подскажите, кто знает. Ну вот, у меня два варианта. Или спирт, или детское питание. Но спирт, тут, видите, такая грануровка. Как называется? Грануровка. Ну, короче, вы поняли. Вот видите, здесь стоит какие-то странные цифры. 70, 60, 50. Это, наверное, ну, не знаю. Мне кажется, больше для детского питания бы подошли, чем для спирта. Ну, не знаю. Вот такие бутылочки нашла. Опять же, подстаканники. Не знаю, жалко мне их выбрасывать. Они такие прикольные. Они, конечно же, не пользуются. Ну, вот этот, гляньте, какой красивый. Ну, красивый же. А вот этот вообще такой тяжелый. Не знаю, откуда они у нас. Ну, это, в принципе, все это от мамы. Вещи, мамины вещи. Ну, он прям такой тяжелый. Ну, короче, мне жалко их выкидывать. Я оставила эти. И вот эти два. Ну, это уже такой советский период. Горький. Какая-то белочка. Белочка. Какая-то странная белочка с ногтями. Наверное, это хищник, опять же, с цветочком. Ну, в общем, короче, не знаю. Полет моей фантазии не может сказать, что это такое. Короче, не буду их выпиливать. Кухня. Полочки на кухню поставлю. Постоят. Такую вот кружечку нашла. Только, короче, потихонечку разбираюсь. Потихонечку разбираюсь. Грызун. Грызун начинает разговаривать с птичками. Тоже немножко порядок на балконе навела. Ну, насколько это возможно, опять же, в балконе, который тоже пока без ремонта. Шины надо менять уже. Ну, не знаю, займусь ли я сейчас этим. Опять же, у меня еще ОСАГО, который мне нужно купить в начале апреля. Ну, в общем, короче, пока тоже в таком подвешенном состоянии. Но вот летний огород на балконе подготовила. Еще раз всем привет. Уже следующий день. В тот день я так расстроилась, что эта собака погрызла мне жалюзи, что дальше уже не снимала. Поэтому новый день. Но влог-то как-то закончить надо. Я сегодня, кстати, в Бутово, тоже здесь в одном жилом комплексе. Заодно с своим основным видом деятельности, который мне нужно здесь совершить, я еще и сниму какой-нибудь экспресс-обзор. Не какой-нибудь, а конкретно жилой комплекс. Но это не об этом. В общем, у нас опять холодно. Опять ждем снега. Но периодически выходит солнце, поэтому я в очках. Я все-таки в прошлом году, прямо перед окончанием солнечного сезона накупила себе кучу очков. И я уже горю желанием их носить периодически. Вот, собственно говоря, такие дела. Сейчас сделаю свои дела. И у меня с собой обед. Я взяла с собой обед. Сейчас покажу. С собой обед. Ну, а что делать? Я думала, что, блин, Бутово, где это, блин, как-то не кафешки, ничего не найдешь. Салатик, две котлетки. Встала сегодня, вскочила в 7 утра. Остальная женщина. Я редко встаю в 7 утра. Так что, прям без будильника, без особой надобности. Но вот что-то как-то встала сегодня, не могла заснуть, ворочилась. В общем, в итоге встала, котлет наделала, салат наделала, перестирала все. Разве что не пропылесосила. Потом уже поехала по рабочим делам. Сейчас, собственно говоря, здесь все доделаю, пообедаю и промчусь обратно. Надеюсь, что промчусь без пробок. Ну, вот так вот. Вот такие планы. Кстати, стою я рядом с этим жилым комплексом. Большой, конечно. Просто я здесь остановилась. Это, видите, прям деревца такие. Не знаю, я вижу прелесть. И вот прям наслаждаюсь ранней весной. Но некоторые... Ну, понятно, что грязь, мусор. Но, опять же, куда ты будешь смотреть, такое у тебя и будет отношение. Ну, вот это же, ну, красиво же, по-своему прекрасно. Каждое время года по-своему прекрасно. Но ведь правда. Все уже около дома. Магазин наш. Повесила, наконец, этот держатель для телефона. Сняла... Как он уже называется-то? Вот этот следитель. Он сам рабочий, но проводок к нему, короче, там поломался. Надо поехать, поискать продукт. Не знаю, короче, пока не буду там сниматься. Сняла его. Повесил держатель. Чтобы не в руке держать, когда телефон, телефон или навигатор. Есть у тебя такая привычка. Так, все. Вышло солнышко. На самом деле ледяной ветерок. И небо такое. Красивое, да? Красивое. Все, я еду домой. Молодцы. Встречаете, мать? Приятно. Да-да, купила в вашей жрачке. И одним, и вторым, и третьим. У нас разный рацион. У Абширона своя еда. Блин, в вашу линейку, по-моему, серого не хватает. Эти все цвета, все оттенки. Знаете, что такое, белый, серый, коричневый, черный, тогда еще рыжего и лысого. Все, ладно, шутка-минутка, никого больше не будет. Сейчас буду кормить. Да, я получила сегодня волшебную отписку от Эколайна в Воскресенск по поводу мусора. И она, я считаю, просто прекрасна. Зачитаю даже ее. По вопросу раздельного сбора мусора сообщаем, что раздельный сбор отходов является приоритетным направлением мусорной реформы. В силу приоритетности направления по раздельному сбору отходов, контейнерный парк будет дополняться и заменяться на контейнеры соответствующих видов. Однако отсутствие контейнеров для раздельного сбора отходов не является основанием для освобождения от платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор Эколайна Воскресенск благодарит вас за активную гражданскую позицию и со своей стороны приложит все необходимые усилия для формирования в Равенском районе Московской области системы раздельного сбора отходов. Извините, но у меня прекрасное ощущение, что меня очень красиво, мелодично, но послали на хутор бабочек ловить. Что ты на это скажешь? Я, в общем-то, не отстала от этой женщины, которая со мной ведет переписку. Я спросила ее, а не хотят ли они в таком случае снизить тариф. Но ведь оплата сейчас идет по тарифу за раздельный сбор мусора, а не за смешанный. Ну, не знаю, что эта волшебная женщина ответит мне и ответит ли она мне что-то. Но на данный момент платежка есть, услуга, ну, скажем так, в заявленной комбинации, комплектации не оказана. В общем-то, как я поняла, то же самое происходит во многих регионах нашей прекрасной Родины, нашей очень прекрасной Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова